Заебись, Демид! Да, чё-то не крепко. Привет, мой друг, как твои дела с тобой? Да, воды мы сегодня у нас на обзорчике. Как заявляет производитель, а я тебе зачитаю прям как есть, дорогой друг, если ты читаешь этот текст, то твои познания в кальянном мире стали шире. Ха-ха! Да, ебать, я стал ещё шире. Короче, читаю дальше. Мы представляем твоему вниманию ультра-современный лёгкий кальянный табак Level Up. Здесь мы начнём. Продукт Level Up ко мне пришёл довольно-таки недавно. Я уже успел прокурить некоторое количество вкусов, и где-то в вкусе на четвёртом я понял, что в следующий раз покурю уже, когда будет обзор. Объясняю, почему. Не-не-не, не потому что табак дерьмо, хотя возможно, а потому что он ультра-лёгкий. Прям лёгкий-лёгкий, легче, чем вейпы. Но, сука, охуенный. В плане вкуса, прям охуенный. Я бы его на самом деле курил бы только ради, так как здесь слышится аромка. Она просто охуительная. Сколько вкусов бы я не перекурил, но по аромке очень здорово. Но ультра-лёгкость очень сильно отталкивает. А отталкивает она тем, что... Где? Где? Это то же самое, что есть шаурму, которая очень вкусная, но когда ты её доел, ты так же голодный. Примерно вот так вот. Давай, ладно, разбираться, что к чему. У ребят есть две линейки левелапа. Первая линеечка это миксовая, и вторая линеечка это моно-вкусы. И я вроде покурил оттуда и оттуда, и везде одинаково круто по аромке, а вот уже остальные вкусы, это уже дело любителя. Здесь я ничего не могу сказать. Некоторые вкусы мне понравились, некоторые вкусы у меня вызвали немного непонятное ощущение. Возможно, если табак был бы покрепче, то этого ощущения бы не было, потому что, когда ты куришь табак чуть покрепче, ты такой наблюдаешь за крепостью, наблюдаешь, как это всё прокуривается. А не бьет ли по горлу, всё-всё-всё. Здесь этого делать не надо. Здесь ты только пристально следишь за тем, как круто курица аромка. И из-за этого ты больше внимания обращаешь на сам продукт в плане аромки, и дохуя находишь моментов, за что зацепиться во вкусах. У нас сейчас здесь в чашке забито крем-содой, и это такой вкус моего детства. Теперь давайте немного по внешнему виду. Это всё пришло в красивом боксе, завёрнутый, внутри много всяких ништячков. Ты можешь посмотреть, что в этом боксе, перейдя в прошлый выпуск, либо зайдя в описание и нажать на ссылочку. Там откроется чисто анбоксинг, и чисто то, что лежало в боксе. Это делаю специально, чтобы сейчас нам не рассказывать про футболки, кепки и так далее. Короче, внешний вид. Идёт он в вот таком вот шоу-боксе. Этот шоу-бокс трансформируется в вот такой вот шоу-бокс у вас на витрине. И, в принципе, довольно-таки удобно всё это стоит. То есть подошёл, посмотрел, повыбирал. Всё очень удобно в магазине в самый раз. Далее, что нас ждёт в самом шоу-боксе? Нас ждёт вот такой вот пакетик, который отрывается очень странно. Не вот так, а отрывается вот так. И это на самом деле охуительно. Потому что открывая вот так вот, у тебя пакетик всё равно такой вот примерно ширины, и ты оттуда выковыриваешь. Открывая вот так, он чуть пошире и поменьше. То есть тебе не нужно далеко залазить туда вглубь, чтобы всё это вытащить. Сырьё. Этот продукт не до Дейли Хука, не до Аргелини. Вот где-то что-то между, оттуда-то взято, отсюда-то взято. Наверное, это и есть вот эта ультрасовременность продукта. С табачной сырьё здесь, скорее всего, Вирджиния, Голден, либо обычная Вирджиния. А сиропа очень много. Сиропа, такое ощущение, как будто содержит медовую основу, как, в принципе, и у Аргелини. А сироп прям тянется. Табак золотистого цвета. Сиропа очень много. Табак прям в нём плавает. Поэтому я рекомендую забивать его на фаннелах, дабы у вас всё это добро не утекло в шахту. Он легче, чем Дейли Хука. Чтоб вы понимали, он реально легче, чем Дейли Хука. Если когда ты куришь Дейли Хуку, то ей где-то реально можно накуриться, то левелапом, ну, никуда. То есть это реально сделано для тех, кто вообще не курит крепко. Либо за счёт того, что здесь на этом пиздато лежит аромка, и ты по факту куришь только аромку без единого намёка на табачное какое-то послевкусие, это идеальный продукт для миксологии, чтобы подчеркнуть яркость какого-то определённого вкуса, либо добавить. За счёт того, что это очень влажный продукт, смешивая его, допустим, с тем же дафтом, с тем же дарксайдом, можно увеличить время курения, потому что сырьё увлажнится до такой степени, что его прям будет долго-долго-долго надо будет выкуривать. За это респект. Но по крепости я считаю дичайший провал. Что касается жаростойкости, что касается прогрева, то скажу так, табак не очень жаростойкий, не очень жаростойкий, но жаролюбивый. Чтобы всё это прогреть, нужно очень много жара, но при этом его нужно прям плотно, конкретно контролировать, чтобы не перегреть этот сироп. Как только вы чуть-чуть перегрели и передержали, идёт запекание как будто вот этой медовой основы. Короче, я говорю, медовая основа не зная того, что есть здесь она или здесь её нет. Короче, ну вы поняли, сироп запекается и даёт просто отвратнейший аромат. Но вот нужно с перегревом быть аккуратнее, потому что я вот сейчас сижу с вами, пизжу, и он у меня начинает прям так вот стреликать, стреликать, но при этом вкус до сих пор сохранился. Тот самый стартовый крем-соды. Ладно, что мы скажем в итоге. В итоге, для употребления это в соло, по моему мнению, чуть-чуть, блядь, ну чисто на определённый сегмент. Если люди, которые, как я, курят там что-то выше дафта, дафт дарксайд, то продукт относительно для них будет максимально лёгкий и, возможно, даже неприятный. А кто курит что-то на уровне дейли-хуки, щербитоса и так далее, вполне годно. А кто любит заниматься миксологией, смешивать, то это именно то, что вы ищете, чтобы подчеркнуть ваш микс. И если ты хочешь выиграть себе вот этот шоу-бокс, наполненный продукцией Level Up, то подписывайся на мой канал, ставь уведомления, ставь лайк этому видео и пиши любой комментарий на тему, что ты предпочитаешь больше по крепости. И мы разыграем его в отдельном видосе, где будем выбирать только победителей. С тобой был Дава Дым. Пока-пока. Пока-пока.